Итак, вы хотите прокачать ваш стиль, чтобы выглядеть более привлекательно? Вы знаете, что начинать следует с волос. Ребята, существует столько вариантов и возможностей, если говорить о волосах. Мы постарались и сделали исследование. И сегодня у меня для вас есть 10 самых привлекательных мужских причесок. Порядок в этом видео Я покажу много инфографики в этом видео, чтобы вы могли пойти и показать вашему парикмахеру ту самую прическу, которую вы хотите. Стиль номер один – андеркат. Стала популярна благодаря Брэду Питу и Дэвиду Бэкхэму. Вообще, ее история идет из рабочего класса. Если вернуться на пару десятков лет назад, цирюльники, не обладавшие высоким мастерством, могли легко сделать такую прическу. Для многих в то время возможно было не по карману платить за хороших мастеров. Они стриглись именно так. Это придавало хороший опрятный вид. Единственная проблема – если у вас большие уши, возможно, вам не подойдет такая стрижка. Характерная черта этой стрижки – это выстриженные или даже выбритые виски и бока. А на макушке волосы остаются длиннее плюс-минус 7 сантиметров. А сам начес делается строго на затылок. Другой способ – это чуть влево или чуть вправо. Часто для укладки пользуются дополнительные продукты, например, воск, лак или гель, чтобы волосы не лохматились и лежали на своем месте в течение дня. Стиль номер два – классический начес. Самый яркий пример – это Элвис Пресли, звезда рок-н-ролла. История немного утеряна. Я не смог найти много информации насчет этой прически. Единственное, что мне удалось найти, так это то, что женщинам нравится такая прическа, потому что она выглядит как строго, так и немного беспорядочно. Характерная черта такой прически – это объем. Волосы с затылка причесаны вперед, впереди немного беспорядок. Бока короткие, но длиннее, чем в предыдущей стрижке. И причесаны назад. Ребята, это классический начес. Привлекательная прическа номер три – классический подъем. Недавно его сделал популярным артист Бруно Марс. Если взглянуть на историю этой прически, то пару сотен лет назад это была женская стрижка. Даже в 1950-м некоторые женщины все еще активно поддерживали этот стиль. Сегодня мы видим, как музыканты возвращают эту прическу в моду. Давайте посмотрим на характерные черты этой прически. Это настоящий кузен классического начеса. Но тут все волосы причесаны на затылок, и у прически строгая укладка. Она создает очень приятный образ, но она требует много ухода. И чтобы носить такую прическу, необходимо быть суперуверенным в себе. Прическа номер четыре – командная стрижка. Также носит название классическая стрижка. Или еще есть одно имя – стрижка Лиги Плюща. Сто лет назад она была очень популярна в очень престижном университете. Молодые парни любили эту стрижку, так как она не требовала большого ухода, и она создавала очень представительный вид. И именно поэтому она до сих пор очень популярна. Если посмотреть на ее характерные черты, то увидим, что длина волос примерно одинаковая по всей поверхности. Слегка покороче по бокам, и чуб причесан наверх. Это очень простая прическа. За ней практически не надо следить и укладывать. Прическа номер пять – под машинку. Или ее еще называют армейская прическа. Ее большое преимущество – это ее равномерность. Длина волос – от половины до двух сантиметров. Ну, причина названия. И самой прически – это сделать так, чтобы волосы не мешали. Если вы в бою, или вы спортсмен, вам точно не надо, чтобы кто-то схватил вас за волосы. Характерные черты армейской стрижки – насадка от нуля до одного. Выбреваем всю голову, а также на шее и по бокам. Убедитесь, чтобы линии были очень очерченные. Привлекательная прическа номер шесть – пробор. Также еще называется профессиональная стрижка. Стала популярна благодаря Антонио Сантену. Ха-ха, шучу. Но думаю, вы уловили, что эта прическа моя любимая. Главная фишка этой прически – это пробор вот тут вот. Вы знали, что этот пробор можно опускать и поднимать, как вам больше нравится? Некоторые даже специально выбривают эту часть. Я не большой фанат такой штуки, но некоторым нравится. Должен быть этот пробор, слева или справа, на ваше усмотрение. И зависит от того, как у вас растут волосы. Чтобы это понять, надо посмотреть на вихр, который находится у вас на макушке. У меня вихр находится тут, но я сместил пробор немного сюда. Затылок выглядит чуть странновато, но все можно исправить укладкой. У некоторых есть и по два, и по три вихра. Главная характеристика этой прически – это пробор. Либо на правой, либо на левой стороне. Волосы на макушке гораздо длиннее, чем по бокам. Где-то 7-15 сантиметров сверху. По бокам гораздо короче. Но выбривают их редко. Такая стрижка больше говорит о зрелости и носит деловой характер. Стрижка номер 7 – взлохмаченный. Стала популярна благодаря актеру Роберту Паттисону. Она создает такой молодежный, наивный образ. Выглядит, будто ты только что встал с кровати. Но не тут-то было. Потому что они точно потратили немного времени, чтобы уложить так волосы. Главные характеристики такой прически – на макушке волосы подлиннее. На боках тоже длинные. А также потребуются средства для укладки, чтобы создать беспорядок, но который всегда будет на своем месте. Где-то 5-10 сантиметров длина волос наверху, немного короче по бокам. Да, это очень артистичная прическа. Прическа номер 8 – длинные кудри. Или их еще называют хоккейная стрижка. Она была популярна среди игроков в хоккей в 1960-70-х годах, специально, чтобы по телевизору было видно, какие у них есть волосы. Длина волос примерно 15-20 сантиметров. Как раз тогда, когда волосы начинают кудрявиться. Когда ее причесываешь на затылок, то волосы напоминают небольшую львиную криву. Это ее делает привлекательной для многих людей. Она создает ощущение диковатости. Прическа номер 9 – Градиент. Стала популярна благодаря артистам и атлетам. Ее фишка в том, что волосы должны быть очень-очень кудрявыми. Когда другие стили причесок просто невозможно, такие кучерявые парни тоже хотят стать стильными, и чтобы волосы выглядели структурированно. Главные характеристики такой прически – это волосы снизу головы становятся длиннее кверху. Для нее используется много насадок. Начиная от нуля в самом низу, доходя до четырех – насадки на макушке. Можно использовать средства укладки для волос. И по бокам очень четкие линии. Итак, джентльмены, я немного сжульничал на последней прическе, потому что это даже нельзя назвать прической. Я имею в виду гладко выбритая голова. Вы, наверное, спросите, зачем такое делать со своими волосами. Потому что, джентльмены, для некоторых женщин это очень привлекательно. В дополнение, мужчины, которые выбривают голову, выглядят более доминантно и сильнее. Так что это может быть вашим преимуществом в некоторых ситуациях. Итак, джентльмены, теперь ваша очередь. Напишите в комментариях, какая ваша любимая прическа и стрижка. Было бы интересно, кто попробовал несколько видов причесок. И если вы хотите получить что-то для укладки волос, гель или воск, или что-нибудь еще, то заходите на сайт Пит и Педро. Да, у меня с ними партнерская программа, но это также означает, что я могу достать для вас отличную сделку. Вы можете получить один продукт в подарок, когда покупаете два. И Аарон Марина, владелец этой компании, ведущий канала Альфа-М, он мой хороший друг. Я сам лично видел, как он проверяет качество всех этих продуктов. Я пользуюсь этими продуктами, и я очень рад, что могу предложить вам эту сделку. Купи два, получи третий в подарок. И если ссылка не откроется, просто напишите ему письмо. Эй, я нашел вас по рекомендации Антонио Сантену. Могу я получить акцию «Купи два, получи третий». Ребята, пишите комментарии, заходите на сайт, смотрите на инфографику причесок, которые мы сегодня обсуждали. Это все, ребята. Увидимся в следующем видео. Берегите себя.